Берем 150 мл актуальной темы. Добавляем 50 мл вашего мнения. Охлаждаем кубиками разума. Перемешиваем все ингредиенты и получаем шоу. Отвертка. Отвертка. Раскручиваем проблемы. Повтор программы для детей старше 16 лет. А в Минске 16 часов и 8 минут. Это радио Легенда ФМ. Наша общая отвертка. Меня зовут Ольга Нефедова. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моего оппонента зовут Александр Овчинников. Здоровайся. Ничего не изменилось. Это действительно я. Здравствуйте. Эфир у нас сегодня, уважаемые друзья, непростой. А я бы сказала, посвященный новогоднему. Вот в преддверии Нового года посвященный чуду. Потому что, что как ни чудо, можно назвать те технологии, о которых мы сегодня будем расспрашивать нашу гостью и рассказывать всем вам. Итак, Саша, продолжай, пожалуйста, тебе слово. Да, технологии называются струнными. Струнные технологии. Представитель, вот я не знаю, этого направления, скажем так, в современном технологическом искусстве сегодня у нас в гостях. Это Светлана Волошина, руководитель управления развития бизнеса. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне теперь тоже хочется как-нибудь затейливо поздороваться. Давайте, придумайте что-нибудь. Я хочу объявить о новогоднем чуде. Да, буду сегодня рассказывать какие-нибудь новые интересные вещи про наши струнные технологии. Слушайте, для меня это, конечно, очень любопытно и действительно сродни чуду, потому что что же это такое за струнные технологии, где они применяются, где мы их, ну, жители нашей страны, можем увидеть, кто это изобрел, откуда это в ваших светлых головах, я бы так даже сказал, или в голове самого главного человека, вашего руководителя, родилась эта идея о том, что это необходимо внедрить в нашу жизнь. Вы знаете, когда я впервые услышал название струнные технологии, я понял, а, понятно, ребята продают музыкальные инструменты. А оказалось, совсем нет. Вот он, уровень развития Александра Общеникова. Светлана, что же такое струнные технологии? Ну, с музыкальных инструментов всегда весело начинать, люди это настраивают на позитивный лад, я тоже вижу, вы настроены позитивно. Только? Да, чуть-чуть расскажу про историю. Мы порядка пяти лет работаем в Белоруссии. И это инжиниринговая компания, которая реализовывает идеи нашего основателя Анатолия Эдуардовича Юницкого. Струнные технологии – это не о музыкальных инструментах, это о транспорте, о транспортных системах нового поколения, нового уровня, безопасных, экологичных и, скажем так, футуристичных, тех, которые должны существовать в будущем, по нашему мнению. Это все не только планы и картинки. Мы реализовали несколько видов транспортной эстакады и несколько видов подвижного состава. Недалеко от Минска есть Марина Горка, там экотехнопарк Skyway, он есть на Google-картах, его можно найти. Вот там и бегают наши волшебные современные чудо-машинки. Светлана, вот нас сейчас, возможно, половина людей может заглянуть в интернеты и увидеть своими глазами, что же это такое за чудо, о котором мы говорим в нашем прямом эфире. Некоторая часть, возможно, и не увидит. Давайте им объясним, что это такое, что это транспортная струнная технология. Это что? Это машина, извините, я так примитивно сейчас говорю, машина, там, допустим, вагон. Или же все-таки как это? Что это? Ну, хорошо, давайте визуализируем. Представьте, что вы заходите на современную станцию, не чувствуете никакого дискомфорта, не чувствуете никакого большого шума. Тихонько подъезжает к вам белоснежная машинка такая красивая, симпатичная, футуристичная, в которой нет водителя. А расскажите, а как она подъезжает? Она подлетает или как она подъезжает? По асфальту? По струне. Вот здесь вот скрыто главный наш секрет. По струне. Вы заходите комфортно, не чувствуете никакой вибрации, никакого лишнего шума, дискомфорта. И просто прямо спокойно едете туда, куда вам нужно. По струне, опять же. Опять же, по струне со скоростью до 150 км в час. Смотрите в огромные панорамные окна, наслаждаетесь видом, экономите время, экономите время, экономите время. А потом называется «Вы проснулись». А все это находится над землей, в небе где? Над землей на втором уровне, этому есть логичное абсолютное объяснение. А второй уровень это что? Это сколько? Над землей, ну, от 10 метров, скажем так, чтобы был безопасный интервал. Под нашей эстакадой может приезжать, допустим, другой транспорт, автомобильный тот же. Могут находиться поля, леса, сады, ходить люди. Ну, транспорт не мешает, все безопасно. То есть я сейчас вот вы рассказываете, я представила себе картинку из фильма «Помните пятый элемент», да? Когда там все вот варьировали, как-то тусовались в воздушном пространстве. Помните, да? Помнишь, Саша? Да, конечно, конечно. Вот, наверное, это сроднее этому, да? И на этом чуде можно прокатиться в Мариной Горке? Да, мы ежегодно устраиваем такое большое мероприятие, оно называется «Экофест». Мы объявляем о нем заранее, приглашаем всех желающих. И в этом году было несколько тысяч человек, которые покатались на нашем транспорте в течение дня, по-моему, с 9 утра до 6 вечера или даже чуть позже. Три различных транспортных средства по трем различным путевым структурам возили посетителей. Это было очень интересно, очень много видео ушло в интернет. А какая реакция была у тех, кто катался? В основном можно как-то описать самую главную реакцию? Самая главная реакция – вау. Потому что это что-то абсолютно новое, что пока до сих пор было только в Беларуси. Только у нас можно было это попробовать. У нас у самих такая же реакция вау, когда мы первый раз катаемся на какой-то новой путевой структуре, особенно когда речь идет о провисающих путевых структурах, высотной опоры, когда ты поднимаешься на высоту, допустим, 15 метров и видишь все вокруг. Это очень красиво, это очень захватывающе. Кто он, кто он, этот гений мысли, ваш руководитель, который это все вот изобрел и начал внедрять в жизнь? Ну, это действительно гениальный человек. Мало того, что у него появились эти идеи, он смог как инженер их описать и реализовать. Еще очень много понадобилось сил для того, чтобы воплотить это в жизнь. Потому что, представьте масштаб, да, это полностью новые транспортные средства, электрические, управляемые не людьми, искусственным интеллектом, да, которые нужно физически построить. Какую команду нужно для этого собрать, какие нужно барьеры для этого преодолеть. Это просто многолетняя борьба, поэтому мы на него всегда смотрим, равняемся и работаем. Удивительная штука. Не тебе талончиков, не тебе соседей, никаких тележечек. Все аккуратно, чисто. И звучит, наверное, только музыка. Приятная музыка. Возможно, даже радио «Легенда ФМ». Давайте послушаем музыку, а потом вернемся к разговору. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Светлана Волошина, руководитель управления развития бизнеса компании «Струнные технологии». Шоу «Отвертка» на радио «Легенда ФМ». Повтор программы для детей старше 16 лет. Которым сегодня у нас мы не ругаемся с Сашей, мы не разбираемся при помощи вас, разумеется, уважаемые друзья, о мужском, о женском, о наших насущных делах, проблемах. У нас сегодня в гости это Светлана Волошина, которая рассказывает о струнной технологии. Что это такое? Инновационный стартап, вот спрашивают, или глобальная корпорация? Что это? Как можно назвать? Ну, какого-то определения стартапа, я, кстати, однажды искала, так и не нашла. Что у нас осталось от стартапа? Это какой-то дух, открытость к инновациям, к новым идеям. Все, что мы видим, все, что мы придумываем, мы хотим попробовать, хотим реализовать это и показать миру. Я считаю, это осталось от стартапа. Но учитывая, что у нас уже немалое количество, около тысячи человек, и все наши достижения, и то, что зао струнная технология уже не единственная компания в группе компаний, мы растем уже стартапом, нас назвать не получается. Уже давным-давно выросли, да. Вы родоначальники подобного транспортного сообщения, да, или подобных транспортных технологий? Ну, в своей области, то есть с такими технологиями, с такими идеями, да. То есть мы это придумали и реализовываем. Но, скажем так, эстакадных транспортных систем их довольно много. Это и МНР-рельсы, это у нас есть конкуренты и в Америке, и в Израиле. Это различные транспортные системы, но у каждой просто есть какие-то свои особенности, и у каждой есть свои этапы развития. У кого-то это эскизы, картинки, 3D-моделирование, и у нас уже реальные машины, на которых мы катаем людей, которые мы сертифицируем. Ну вот если бы вас спросить, а чем вы отличаетесь от ваших конкурентов и подобных каких-то технологий? Как бы вы ответили? Сейчас реализованных таких транспортных систем на том уровне, на котором мы это делаем, нет. Вы единственные? В мире. Ура! Мы смогли это сделать вместе с вами. Я узнала до эфира, как называются вот эти вот машинки, ну если можно так примитивно выразиться, вот транспортное средство, которое перевозят по этим струнам. Очень красиво Unibus, да? Да. А где это все производит? Это у вас есть производство вот этих вот, как вы говорите, с большими окнами панорамными, беленьких этих капсул? Да, мы все это делаем сами. Это тоже наша большая гордость, наше производство, которое находится под Минском. Сейчас там трудится уже больше ста человек. Мы все свои транспортные средства, у нас уже больше десяти в линейке, сделали там, как опытные образцы. Производством действительно можно гордиться. Там, во-первых, работают специалисты, во-вторых, мы обращаем очень сильно внимание на цифровизацию всех процессов, работаем с самыми современными станками оборудования. Из последних наших приобретений это японская Кума, также у нас стоят американские ХАСы. И многие станки действительно уникальны для Белоруссии. И люди, которые приходят с ними работать, учатся. И получается так, что с лучшим качеством, чем мы сами, нам никто не может сделать. Поэтому мы все делаем сами. И за все отвечаете сами. Да, вот к чему я делаю. И отвечаем за все сами. Поэтому, если вдруг этот вот красивый, капсульный, чудесный уникар рухнет со струнных технологий, ну, извините, я говорю так, кто разумеет ответственность ваша, да? Нет, ну, мне было бы страшно первый раз. Вы знаете, ну, это вопрос такой довольно популярный. Я когда пришла работать с струнной технологией, да, у нас только поехал первый юнибайк, а он не упадет. Вот это был такой довольно популярный вопрос. А потом, когда они стали уже хорошо ездить, мы прошли сертификацию, кто-то прочитал про высокие скорости, про высокоскоростной наш транспорт, до 500 километров в час. И следующий популярный вопрос стал, а он не улетит. Поэтому за время моей работы это вот такая эволюция. Он не упадет, да, он не улетит. Илана, скажите, можно ли себе представить, что в каком-нибудь обозримом будущем наша Беларусь будет исчерчена вот этими новыми дорогами, скажем так, струнными технологиями? Пока планов исчертить Беларусь у нас нет, к сожалению. Но в Арабских Эмиратах вы уже разбросили струны, если можно так сказать? В Арабских Эмиратах мы уже построили первую линию, где мы тестируем. У нас уже ездит Юникар. Это наша, на данный момент, наверное, самая красивая, самая комфортная машинка, которой мы действительно гордимся. Вот, и она там должна сертифицироваться. Есть такая организация в Дубае, RTA. Вот, очень серьезные у них требования, очень высокие. Одни из самых высоких. Это для пассажирских перевозок? Да, это для пассажирских перевозок. Существует огромное количество требований к пассажирским перевозкам. Тем более мы новая транспортная система. Нас нельзя классифицировать ни как трамвай, ни как поезд. Это что-то новое. А для грузоперевозок существуют какие-то другие машины, да, если так можно выразиться? Да, грузоперевозками мы тоже интересуемся различными видами. У нас есть различные технические решения. Больше похоже одно из них на такой бесконечный поезд. Визуально больше похоже на конвейер, но технология совершенно другая. Ну и перевозка грузов, опять-таки, насыпных, палетных, вплоть до контейнеров 40-футовых. В следующем году такая машина, которая перевозит 40-футовый контейнер, должна поехать в Арабских Эмиратах. Представляешь, так вот сидишь ты в Солигорске, да? Да. А теперь надо дачу построить под Минском, раз, сделал звонок, заказал, и 500 км в час со скоростью цемент к тебе, да? Нет, цемент со скоростью 500 км в час не ездит, это просто нецелесообразно. А вот высокоскоростной транспорт, да, представьте, до Москвы вы бы за 2 часа доехали. Удобно? Вообще, конечно, у меня в голове не укладывается просто. Мне интересно, возможно ли такая картина, которая иногда бывает в наших городских автобусах, что там порезанные, простите уж, сиденья, где-то что-то написано. Возможно ли в новом транспорте? Или когда заходишь в Юникар, ты ощущаешь себя абсолютно новым человеком, тебе даже очень стыдно и зазорно что-то где-то нацарапать или намусорить? Ну, за несколько лет у нас ничего не нацарапано в наших транспортных средствах. Это, конечно, больше о культуре человека, но вообще у нас везде камеры, и мы большое очень внимание уделяем материалам, тому, чтобы они были безопасны. Мы понимаем, что это общественный транспорт, и какие они должны быть. Вот еще такой вопрос, после того, как вы рассказали о том, что у вас есть собственное производство, к вам можно устроиться на работу? Да, у нас очень много открытой вакансий, не только на производстве, но и в офисе, на Jobs.by у нас большой раздел, мы ищем сейчас порядка 50 специалистов, это вот только в Минске нам требуется. В основном это инженеры, строители тоже, программисты, много кто. Я и к себе в управлении ищу людей со знанием хорошего, с хорошим английским языком, для того, чтобы можно было как раз-таки работать в арабских эмирах. Санька не знает английского, жаль. Да, я сейчас сижу и понимаю, что я вообще ничего о жизни не знаю. Космос прошел мимо тебя. Самое главное требование при принятии на работу того или иного специалиста, ну, помимо того, что он должен знать свое дело, что после этого, какие-то человеческие качества, не знаю, уживчивость в коллективе. Есть какая-то корпоративная этика, да, вот какие-то определенные стандарты и все. Вот, например, знаете, хорошо люди сходятся, когда смеются с одной шутки. Вот для меня это всегда уже коллектив складывается, когда все посмеялись, допустим, с моего анекдота, с самого такого... Несмешного. Несмешного, да, ты знаешь. Вот у вас есть ли какие-то такие критерии? Ну, конечно, приятнее работать, ты же всегда смотришь на человека, да, и приятнее работать в коллективе, когда людям можно доверять, когда с ними действительно можно посмеяться с какой-то несмешной даже шуткой. Ой, как вы меня спасибо подержали. Давайте послушаем музыку, а далее вернемся к нашему общению. Шоу-отвертка. Повтор программы для детей старше 16 лет. Я до этого момента в своей жизни не знала, что такое Юникара, Юнибус, а Скайвей я слышала как-то где-то, да, а вот именно вот этих красивых слов и знать не знала. И все благодаря... Ты узнала это все благодаря тому, что сегодня у нас в гостях Светлана Волошина, руководитель управления развития бизнеса компании «Струнные технологии». Светлана, расскажите, пожалуйста, а какие выставки, мероприятия по освещению вот того, что происходит в вашей компании в ближайшее время планируется? В следующем году мы будем участвовать в нескольких крупнейших мировых выставках. И на выставках мы, скажем так, привыкли удивлять, примерно вот как я вас сейчас. Инотранс – это одна из крупнейших мировых выставок, которая проходит раз в два года в Берлине. В этом году мы будем участвовать третий раз. И так интересно получается, когда мы первый раз участвовали в Инотрансе, мы представляли два своих транспортных средства сразу городских, произвели какой-то такой слегка фурор. Было очень интересно, было очень много откликов, отзывов. Но это была, наверное, такая первая широкая демонстрация публики. А что удивило? Дизайн либо технологии, придуманные вами? Все, то, что вот это вот вообще можно придумать такую идею, реализовать, то, как классно это сделано, то, насколько, скажем так, прогрессивные мысли в этот транспорт заложены. Потому что еще даже несколько лет назад вот тема электрического транспорта, по крайней мере, на территории СНГ была не так популярна, как сейчас. Тема блокчейна и транспортных средств, которые вообще пользуются этой системой. Вот я по вашему выражению лица вижу, что я назвала тоже новое. На меня пошел отсчет, знаете, кузнечики. Хорошо, я расскажу, видимо, про это отдельно, потому что я вас не предупредила, да, и слишком много чудес для первого раза. Так вот, все вообще, как вот это сделано. В прошлом, на прошлую выставку, почти два года назад, мы отвезли высокоскоростной свой транспорт. И поначалу даже не разобрались те, кто его в первый раз видел, что это такое. Пошел слух, что Скайвей привез космический корабль. Да, у него такой очень футуристичный вид. Но мы его оставили стоять тоже на стенде. Большое количество людей посетило, сфотографировалось, посмотрело очень-очень приятные, теплые отзывы об этом транспорте. Он действительно очень комфортный, удобный. Те, кто в нем сидели, это восторг. Света, а вот именно благодаря выставкам можно найти рынок реализации, да, если так сказать? Ну, это один из таких инструментов широко показать и широко представить. У нас, кстати, так и получилось. В Арабские Эмираты мы попали, познакомившись на выставке с людьми, которые нас потом приглашали, помогали, опять-таки, с мероприятиями, с каким-то первым знакомством, с первыми шагами там. Поэтому выставки, ну, мы уже приняли участие в довольно большом количестве, для себя определили уже, что будем участвовать только в самых таких крупных и мировых. Светлана, скажите, я думаю, что у многих наших слушателей складывается впечатление, что все это только на уровне технологий, идей, ну, и реализации каких-то тестировочных линий существует. Насколько активно востребовано это, ну, на практике? Ну, там, допустим, приезжают какие-нибудь японцы, говорят, «О, вот это да! Хотим вот такое в Токио построить или все это пока еще рановато?» На самом деле, вот вы прямо угадали, японцы к нам тоже приезжали, ну, приезжали за вдохновением, скажем так. Они тоже на одной из выставок увидели наш транспорт, приехали к нам в гости все это посмотреть, снять. Очень удивлялись и очень хвалили. Вообще с Японией у нас, я смотрю, какие-то такие особые отношения вырисовываются. Вообще, конечно, мы это строим не просто для того, чтобы построить. Мы, конечно, собираемся этот транспорт вводить в жизнь и делать это довольно быстрыми темпами. Конечно, интерес к этому есть. А довольно быстрыми это как? Вот они другие какие-то темпы, нежели у нас. Допустим, спектакль ставится за 3-4 месяца сейчас, да? Фильм снимается, ну, это как актер, мы можем сказать. Фильм снимается, одна серия от 10 дней, да? То есть, ну, это совсем уже быстро. Хороший фильм от полугода, может быть, да? Да, фильм «Полгода-год», да? А как у вас быстрые темпы? Это какие временные рамки? Ну, смотрите, чтобы создать транспортное средство, его сертифицировать, это нужно, скажем прямо, несколько лет, например. Как делали это мы, как шли в это мы. А уже после того, как мы его сертифицировали, построили, и у нас оно есть, да? И мы можем выводить его в мир. Все идет быстрее. Конечно, требуется время на проектирование транспортной системы. Все зависит от того, насколько это большая транспортная система. Это просто две станции нужно соединить с прямой линией, или это 20 километров с 20 станциями в городе, которые нужно построить. То есть, все всегда зависит от условий. Но мы наращиваем темп и останавливаться не собираемся. Вот сейчас задам вообще банальный вопрос, наверное. А как можно ожидать в Минске? Вот именно струнная технология, внедренная в жизнь. К Новому году. Да? Ну, я бы хотел так. Меня метро не могут открыть. Я могу ваше желание исполнить к Новому году, показать вам ролик и пригласить персонально вас посетить наш технопарк. И нас покатают? Спасибо. Покатают. У нас же сегодня чудесная передача, правильно? Вы говорили, что японцы приезжают к нам за вдохновением. А вы куда ездите? И чем, как вдохновляется коллектив струнных технологий? Коллектив струнных технологий тоже ездит вдохновляться по всему миру на специализированные различные мероприятия и выставки. Потому что настолько много... Ну, вот представьте, в одном транспортном средстве больше тысячи деталей. Всех их нужно разработать. Всегда нужно знать, из каких материалов самых современных, что вообще происходит, какие новинки, какие тренды, кто согласится работать с нами. Потому что мы придумываем новые вещи. Нам не подходят иногда детали со склада. Кстати, простите, про материалы. Вы говорили о невероятных скоростях. Я так понимаю, что и материалы должны отвечать уровню безопасности. А что это за материалы? Это пластики или это старый добрый металл, алюминий? Не знаю. Ну, со старым добрым алюминием. Нет, конечно, это современные материалы, композитные. И там много-много намешано всего. Что касается транспорта, допустим, например, горючесть. Очень важный параметр, да. Это городской транспорт. Оно должно быть устойчиво. То есть любой материал, который мы используем, мы должны проверить на большое количество параметров. Алюминий, нет, не подходит. Ах, жалко, у меня алюминий. Алюминиевая фабрика. Гараж. Алюминий, да. Понятно. Ну, я понимаю, что вот такой транспорт, я сейчас о практической стороне делаю. Ну, предположим, через какое-то время появится, не знаю, в Минске, в Беларуси, где-то под Минском. Это же ведь, наверное, очень дорогая история будет, я имею в виду, для пассажиров. Нет, почему для пассажиров это должна быть дорогая история. 60 копеек так и останется талончик. Из Марьиной горки. Может быть, 55. Да вы что? Ну, несмотря на всю фотористичность. На электричестве, да, ведь все? На электричестве, без водителей. Плюс сама транспортная система, она намного легче. Визуально даже и по материалам. Она-то легче. А если вдруг людей набьется, как в общественном транспорте? Все рассчитано по нагрузкам. Выбрасывают лишних. Все в порядке. Давайте мы немножко разгрузимся, послушаем музыку, а потом вернемся. Напомню, у нас сегодня в гостях Светлана Волошина, руководитель управления развития бизнеса компании «Струнные технологии». И говорим об этих чудных струнных технологиях. В котором сегодня многие из нас, ну, я думаю, что мы с Сашей точно знакомимся вообще с термином «струнная транспортная технология». Что это такое? Спасибо большое, Света, за то, что вы нас просвещаете, посвящаете именно в это таинство вашей компании. А вот по поводу все-таки нам не дают покоя это слово «безопасность». Евгений, кстати, написал, «я бы в жизни не сел в такой транспорт». Да, вот так вот. Боится, наверное, человек. Поэтому вопрос «безопасность». Вот вы сказали о том, что Юникары, Юнибусы, они по этим струнам, ну, так вот примитивно говорить для меня, да, они, значит, летают максимум со скоростью 500 км в час. Это то, что у меня мой мозг поразил. Городские 150, успокойтесь немножко. Городские 150, а «безопасность» как соблюдается при этом, если управляет еще всем этим, всеми скоростями искусственный интеллект? Люди что делать? Безопасность – это вообще такая очень большая, объемная, обширная область. Без нее никак не пройти сертификацию. Существует большое количество уровней безопасности. Ну, из того, что мы, например, можем продемонстрировать и показать, мы показывали на «Экофесте» такую ситуацию моделировали, как будто бы одна машина сломалась на нашей струне, пролетая со скоростью 150 км в час. Вторая машина – есть специальный механизм, когда вторая машина может подъехать, ее схватить и утянуть на запасную ветку, допустим, либо в депо. Также мы демонстрировали, когда транспортное средство едет, и вдруг выходит какое-то препятствие человек, к примеру. Птица села, стая птиц отдохнут. Или стая птиц большая, стая пингвинов, да, пролетает. Ну, что часто он говорит. Конечно, есть датчики, Юнибус останавливается, он не едет, он видит препятствия. А там летит следующий со скоростью 500 км. Они все в одной системе, и они все друг друга видят, они все друг другу передают информацию. Плюс все то, что делает интеллектуальная система, еще дублирует человек. А вот этот диспетчер, кто его обучает? Что это за профессия такая? И вообще, есть ли у нас обучение этой профессии? Ну, так получается, что некоторым вещам обучаем мы сами. То есть нет готовых специалистов, которые 100% подходят под наши транспортные системы. Все равно приходится им, даже очень опытным людям, приходится какую-то часть информации доучивать. Есть те, кому очень много приходится новой информации получать. Это, по сути, уникальные люди, уникальные специалисты, которые работают у нас. Ну, технический склад мозга должен быть, наверное, да? Как интересно. Гуманитарий у нас тоже есть. Чем же они занимаются? Веселят все? Да, разговаривают на радио, на радио ходят, дают интервью, несут чудеса и просвещение. Понятно. Кстати, расскажите про Экофест следующий, когда он будет? Когда можно увидеть это чудо техники вживую? Ну, как правило, у нас Экофест проходит летом, в хорошую погоду, поэтому где-нибудь... Это где-то освещается в интернете, в средствах массовой информации, о том, что вот, приезжайте? Мне кажется, одновременно идет трансляция, несколько тысяч человек, плюс средства массовой информации также освещают, плюс у нас, как правило, выходит новость на нашем сайте svtech.by, плюс под Экофест бывает разработанный отдельный свой сайт. То есть можно заглянуть и узнать, когда. Забив интернете Экофест, да. Экофест – это достаточно широкое мероприятие, это не только приехать покататься и посмотреть на чудо, это еще какие-то более серьезные дали еще обсуждать. Нет, там можно провести целый день, мы прорабатываем так, чтобы гостям нашим было весело, интересно, комфортно. Ну и плюс показываем какие-то наши еще другие проекты, нетранспортные. В этом году у нас еще большой интерес есть к зеленым технологиям, скажем так, это и энергетика, это и технологии работы с почвой, так, чтобы она без всяких лишних удобрений получалась чистая продукция. В этом году мы проводили такую акцию из разных уголков земли, привозили землю, мы ее меняли на подарки. В общем, мы продумываем различные активности, вот такие гуманитарии, как я, они и выдумывают весь Экофест. Есть ли сейчас нас где-то кто-то слушает, допустим, Александр, Сергей, Николай, ну кто-то, да, из людей, которые вот изъявили желание, ух ты, как интересно, мне это подойдет, возможно, куда бежать, куда заходить на ваш сайт в интернете, да, искать? Есть наш сайт, да, канал в Ютубе, у нас есть Инстаграм, у нас есть очень большая группа ВКонтакте. Мне кажется, не найти нас тяжелее, чем нас найти. Понятно, то есть все можно найти при желании, если кто-то захочет работать. Если кто-то захочет у нас работать, у нас на Тудбай есть тоже страница, где расписаны все наши вакансии, все преимущества работы в компании. Вот, наверное, у каждого дела есть какая-то, не знаю, конечная точка, какой-то конечный результат, ну, скажем так, или цель какая-то, да, вот у струнных технологий, это что может быть, или что уже эта цель, к чему прийти? У нас есть очень со временем проверенный лозунг «Строй Skyway, спасай планету». Мы считаем, что новыми технологиями, инновациями мы ведем. А очень мудро, да, интересно, хороший слоган, ты знаешь, хорошее. Спасите нас, пожалуйста. Да, конечно. В общем, Саша прямо сейчас идет к вам работать, я так поняла. Он так допытывался у вас, Светлана, обо всем. Коротко, как вот после всех этих трудов, посильных-непосильных коллектив отдыхает ваша, или как вы любите отдыхать? Вместе ли, отдельно ли? И вместе тоже бывают у нас тимбилдинги, различные мероприятия, больше спортивные. У нас как-то коллектив любит спорт, и ЗОЖ, и велосипеды, и коньки, и все вот эти выезды на природу. Тем более у нас есть технопарк. Собрались и поехали. Ну что ж, будем надеяться, что действительно скоро Skyway распространится так широко, что мы не будем удивляться ни юникарам, ни юнибусам. И, возможно, мы с тобой на пенсии не поедем в Марину-Горку, а уже здесь раз, сел на полустаночке воздушном, да? Просто будем кататься в вагончиках. Конечно. Спасибо вам большое. Удачи, процветания, всего самого доброго вам и вашей компании. У нас в гостях была Светлана Волошина, руководитель управления развития бизнеса компании «Струнные технологии». Шоу «Отвертка» на радио «Легенда.ФМ». Повтор программы.